Всем большой привет! Сегодня будем квасить зелёные помидоры вместе с яблоками. Получается невероятно вкусно! Такую заготовку можно кушать уже через 10-12 дней, но можно сохранить и до самой зимы. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Берём чистую трёхлитровую банку, стерилизовать её не нужно. На дно кладём 1 лист хрена, 1-2 веточки укропа с зонтиком, 5 листиков вишни прямо с веточкой, пару разрезанных зубчиков чеснока, 2 пластинки моркови и 3 веточки петрушки. Затем закладываем зелёные и бурые помидоры. Чередуем их с яблоками небольшого размера. В процессе на наполнение банки добавляем ещё резанный чеснок, кусочки моркови, разрезанный пополам небольшой стручок острого перца и корень петрушки. Также можно добавить ещё несколько веточек зелёной петрушки. Чтобы заполнить трёхлитровую банку, мне понадобилось 1 килограмм 300 граммов небольших помидоров и 600 граммов яблок примерно такой же величины. Теперь готовим рассол. Берём 1 литр питьевой воды комнатной температуры, добавляем 60 граммов соли, размешиваем до растворения всех кристаллов и заливаем наши помидоры. Сверху кладём ещё веточку укропа с зонтиком и лист хрена. Так как 1 литра рассола на трёхлитровую банку не хватает, разводим недостающее количество, соблюдая пропорции, и доливаем до самого края банки. Дальше прикрываем банку закаточной крышкой, не закручиваем. Должен остаться небольшой доступ воздуха и оставляем помидоры в тёплом месте на 10-12 дней. Через 10-12 дней можно снимать первую пробу. Если мы хотим, чтобы помидоры стояли до самой зимы и не перекисали, на этом этапе добавляем в банку 30 миллилитров водки. Закрываем теперь капроновой крышкой и храним в любом неотапливаемом помещении, например на балконе. Вот и всё! Очень вкусные квашеные помидоры с яблоками готовы! Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok